Представители знака Зодиака, Скорпион, Скорпионы и Скорпионши, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп. Событие до конца сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но вы люди очень интуитивные. И я думаю, особенно на этих картах Таро, какие-то подсказки или инсайт вы определенно получите. Почему делаю акцент на этих картах? Новая колода. И она уникальна тем, что нарисовала человек, который более 40 лет уже работает с картами Таро. Ее зовут Колит Барон Рид. Суть в том, что она использовала, с одной стороны, классическую колоду Таро, если мы говорим, в нашем понимании, 78 карт. Но подала она это с позиции позитивной психологии. Иными словами, метафорические карты, которые используют в своей работе психологи. Вот давайте мы с вами с позиции позитивной психологии сделаем такой расклад. Будем добрее сами к себе. И если мы про сентябрь, вот Меркурий, который у нас до 16 числа был в ретро-движении, как раз после, во второй половине переходит в прямое движение. И если первая половина месяца была сопряжена с какими-то непонятностями, или были какие-то неопределенности, турбулентности, разрозненная информация, какие-то парадоксы, метаморфозы, вот здесь уже что-то словно отстраивается. Однако нам как будто нужно именно конкретизировать вот эти неопределенности во вторую половину месяца. И второй момент еще второй половины месяца – это планета Марс, которая приближается к весам. Точнее, Марс путешествует как бы по весам. Но, внимание, 4 октября, если мы говорим, у нас сейчас кармические узлы на сей Овен весы. Овен – это лунный узел северный или более прогрессивная сила, а считается, что южный узел – это та энергия, которая проигрывает. И что такое? Кто такие весы? Это у нас великие дипломаты. Вот дипломатия до этого периода, она как будто так была отодвинута на потом. Но здесь как раз Марс будет активизировать вот те возможности наши, где мы можем договориться, понимаете? Может быть, разные сферы жизни. Для кого-то из вас, почему я так немножко забегаю вперед? Потому что вот это влияние Марса на лунный южный узел в знаке весы могут некоторые из вас уже ощущать буквально со второй половины сентября. И эта возможность, опять же, как и договориться, может быть, какие-то темы, которые до этого времени было неудобно обсуждать или как-то, ну, карта не ложилась, будем так говорить, не получалось достичь какого-то компромисса или принять соломоновое решение. Вот здесь как раз вот это взаимодействие проиграется очень хорошо. И с переходом где-то на октябрь вот эти энергии, они тоже продолжат оказывать на нас всех где-то влияние. Ну, давайте мы узнаем. Я приготовила уже карты Таро. И мы достанем несколько карт. Первая у нас будет называться «Что придет?». Давайте узнаем во вторую половину месяца. Или что для вас будет наиболее актуально. А что уйдет? Может быть, то, что вы завершите. Чем дело кончится? Тот или иной вопрос. Или в чем вы сможете, как итог, возможно, подвести. Вот узнаем. А чем сердце успокоится? Или что нас будет радовать? Может быть, как и вдохновлять. Что скрыто? Может быть, это то, чему мы не придаем значения. И три события. Достанем три карты. Вполне вероятно, событие и одно состоит из трех эпизодов. А может быть, и три сами по себе, как будто разрозненные. Вот давайте узнаем. Итак, что придет, мои дорогие? Вестник Земли. Очень добрая карта. И в данном случае это какие-то наши решения. Это подразумевает карта трудолюбия, настойчивость, воля к победе, к тому, что когда мы, знаете, запланировали что-то и не ждем быстрого эффекта, а готовы где-то прикладывать усилия в дальнейшем для того, чтобы осуществить какой-то свой проект. И, безусловно, Земля – это где-то у нас понимание Пентакли или деньги. Значит, какие-то наши разумные действия в отношении, может быть, финансовых трат или какой-то своей дальнейшей финансовой стратегии – это тоже будет важно. Или, может быть, вы будете себе какие-то как новые грани сотрудничества. Что-то мы тут делаем на далекую перспективу. И самое главное – мы готовы по этой карте затратить какие-то силы свои. И мы как будто знаем, как это применить. Мы обязательно получим какой-то материальный либо эквивалент, либо вознаграждение, либо увенчается успехом нашим, как и труды, так и какие-то начинания. Все же ведь это вестник либо переменной на работе, либо в нашем бизнесе, либо, может быть, изменения, знаете, в порядке в каком-то или в какой-то структуре, может быть, отчасти, может быть, в нашем графике работы или режим труда и отдыха. Но здесь разумное применение сил в первую очередь идет. Давайте мы узнаем, а что уйдет. Порядок сам по себе какой-то предусматривается. Первосвященник. У кого-то вопросы традиций, согласования, может быть, в высоких инстанциях. Это прообраз карты и иерофант. Но в данном случае у вас, ну, отличают эту карту в этой колоде, как будто у вас все возможности в руках. Если, правда, запланированы какие-то походы или встречи с должностными лицами, которые занимают высокий пост, которые могут как-то повлиять на те решения или решения тех вопросов, которые вы себе наметили, значит, где-то у нас это получится осуществить. Но если мы говорим, что уходит, подразумевается карта, под картой, точнее, медитация. И здесь какое-то наше, может быть, отчасти созерцание, какие-то духовные практики. Все же вот в этой колоде больше идет духовность. И нам говорят так в целом, мои дорогие скорпионы и скорпионши. Уйдет, может быть, какая-то философия из вашей жизни. Вот я вижу так. Или долгие размышления. На смену приходит как раз повестник у земли. Какая-то конкретика. Это вот то, о чем я сказала. То, что было за гранью. Или там, где была вот эта самая философия, рассуждения, размышления, возврат может быть каким-то прежним воспоминанием. А здесь мы увидим новые реалии. Скажем себе, нет, это уходит. Мы четко можем обозначить, что в нашей жизни уже не повторится. Сколько не размышляй. Сколько не медитируй. Сколько тут себе не говори. Как в той поговорке халва, а вот слаще не будет. Вот что-то такое. И знаете, вас это сразу делает намного сильнее. Потому что нет, да попросту, ненужных мыслей. Или нет каких-то иллюзий. Вот, видимо, для вас это будет тоже важно. Чем дело кончится? Не говорят о чем-то конкретном. У кого-то может проиграться, это аркан правосудия. И по этой карте, это, знаете, смысл именно в этой колоде. Что посеешь, то и пожнешь. И где-то мы, правда, подводим те итоги сообразно тем событиям или нашим поступкам, которые мы уже совершили. Или те вопросы, которые у вас уже стояли на повестке дня. У кого-то, может быть, и правда, связанные с судами. Или, может быть, с каким-то медиаторством, соглашениями. Для кого-то из вас это, может быть, вопросы по документам, которые вы отдали, готовить, допустим, да. И здесь, скорее всего, вы получаете как раз какой-то итог. Итог абсолютно точно мы получаем по этой карте. Просто у каждого, мои дорогие скорпионы, он будет сообразен тому, какие усилия мы приложили раньше. Или, если мы говорим, то, что мы прежде где-то совершили. Вот какой-то баланс определенно устанавливается. Если мы говорим, чем дело кончится, если мы понимаем, что какой-то, может быть, процесс у кого-то и судебный действительно подходит к концу, все же мы должны, знаете, для самих себя, в первую очередь, не делать чего-то наобум. Все-таки правосудие есть какая-то конкретика. Поэтому, если мы не чувствуем себя достаточно уверенными по тому или иному юридическому вопросу, или мы не знаем, как, допустим, проиграется в отношении нас данный пункт закона или подзаконный какой-то акт, определенно по этой карте не стоит с собой рисковать, обратиться, может быть, где-то к специалисту, для того, чтобы дело как раз кончилось больше в вашем ключе. Потому что по вестнику земли предполагаются, опять же, какие-то наши действия. Мы не просто лицезреем или наблюдаем, нет, мы прикладываем к чему-то усилия. Давайте посмотрим, о чем же сердце успокоится или что нас будет радовать десятка земли. Карта материального успеха, это карта благополучия, материального итога, получения непосредственных денег или каких-то согласований. И, знаете, мы видим, что есть по факту. Вот еще раз нам говорит об этом карта, у вас начинается именно значение карты земли и в верхнем ряду десятка, что нас порадует. Значит, то, чем вы занимаетесь, у вас получится осуществить. Или получение какого-то контракта, там так тоже может быть. И предыдущий период вы могли думать, получу я эту должность или нет. Есть же то место, где вы зарабатываете деньги, да, или по вашему бизнесу, или по роду, или сфере ваших занятий. Вы могли в чем-то сомневаться. А по этой карте десятка земли есть уже то, что нас как будто радует. Мы видим плоды труда своего. И в этой колоде карт, мои дорогие скорпионы, это карта изобилия, благополучия, финансового достатка, богатства и знаний. Вот тут как раз правосудие проигрывается в том ключевом моменте, что для нас не должно быть белых пятен. Мы как будто себя должны, мои дорогие скорпионы и скорпионши, подстраховать четкими знаниями или понимать, как работает тот или иной закон. Пусть это не касается закона, но, предположим, даже по вашему месту работы, службы, где вы зарабатываете деньги, тоже не должно быть каких-то двойственных ситуаций. Тут не просто конкретика, такая, знаете, жизнеутверждающая конкретика, когда мы действительно все вот эти вот медитации или наши мысли самые разные, мы оставляем вообще где-то там, позади в стороне. Они нам сейчас не лучший помощник. По Вестнику Земли идет прогресс на будущее. Так мы себя должны поддержать, защитить, может быть, в позиции каких-то норм, правил, законов, может быть, приказов, там у каждого по-своему. И тогда мы словно умножаем, как и наше богатство, так и, может быть, в позиции благополучия, наше благосостояние мы умножаем на далекий период времени. Мы как будто от этого радуемся. Мы видим плоды труда своего, правда? Что скрыто? И что скрыто по пятерке земли, мы не должны с чем-то просчитаться, мои дорогие. Есть то, какая-то проигрывающая сила, может быть, это где-то отчасти по карте правосудия, то, что я сказала, мы должны себя подстраховать. Умение видеть, что есть по факту, без иллюзий, без ненужной философии, без надежды на его величество случай. Иначе мы с чем-то можем просчитаться. Вот эта карта конкретно в позиции, что скрыта. Давайте посмотрим на события. Пятерка огня. Это какие-то идеи, наша очень красивая карта по пятерке огня. Это то, что мы какой-то замысел отчасти воплощаем в жизнь. Это то, что мы хотим осуществить. С другой стороны, это может быть какой-то парадокс в нашей жизни. И знаете, парадокс, когда, допустим, вам может быть предложено что-то такое, что вы не ожидали. Или карта советует может быть добавить в вашем труде или вроде занятости, как будто чего-то такого, как вы раньше не поступали, не делали. Карта говорит, она напрямую означает уважение и различий. Или, знаете, как то, что прежде мы могли говорить, нет, этого не будет в моей жизни. А здесь вот как раз рассмотреть даже те варианты, которые мы прежде отметали. Для примера, такая ситуация, вы ищите работу и при этом вы хотите получить должность или в каком-то направлении именно. Вы хотите приложить свои знания, экспертность, профессионализм, а по этой карте мы как будто может быть это будет основа ваш уже какой-то опыт, но как будто применить его нужно к другой области, рассмотреть как раз не ту сферу деятельности или не ту организацию, может быть, которая от начала до конца у вас прежде была в планах, а что-то сделать кардинально другое, которое не будет походить на какой-то прежний ваш стереотип, понимаете, тут ломка какого-то шаблона идет по этой карте, и в нас тогда дважды будет в этом как раз ожидать успех, или может быть это как предложение, на которое мы тоже должны где-то согласиться, по крайней мере, ведь по этой карте идет эксперимент еще с безумной идеей, поэтому попробовать что-то новое или с какими-то обновленными условиями, вполне вероятно, сможете как из денег заработать, но я не имею в виду какую-то безумную авантюру, нет, когда выпадает карта правосудия, тут как раз все должно быть по закону, и без риска, но как новую сферу деятельности, или способ действий, попробовать по-новому, может быть, себя к чему-то, каким-то новым, совершенным сферам жизни, себя или свои умения приложить, это тоже будет плюс, либо мы для себя откроем новую сферу деятельности, или новую сферу заработка, ну, есть что-то, какой-то элемент новизны, прекрасная карта, смотрите, карта мир, и в данном случае, это последний, старший аркан, как будто уходит страх, уходит какая-то тревога, воцаряется гармония, воцаряется баланс, и если мы спрашивали, каково второе событие, то вот как раз что-то в вашей жизни будет наверняка, когда уйдет, уже в очередной раз повторяюсь, но просто одна карта дополняет другую, как и ненужные мысли уйдут, как будет больше определенности, пусть это к вам приходят, мои дорогие скорпионы, через какой-то материализм, но материализм это не что иное, как факты, и вам, видимо, до конца сентября нужно верить глазам своим и жить по факту, тогда мы подводим какой-то и нужный итог, строим себе более реалистично планы на будущее и попросту в нашей жизни вот та самая гармония и баланс воцаряется уже в конце сентября, что-то для вас проясняется точно благодаря тому, что мы как будто в других энергиях живем и жить по факту это подмечать все то, что вокруг нас происходит, не уходить где-то в свои мысли на последующий период сентября и я бы сказала но где-то с прицелом на октябрь тоже и третье событие тройка земли это знаете когда сама по себе карта прогресса когда мы смотрим вперед с уверенностью и когда в нашей жизни еще и появляются какие-то новые возможности может быть вы примете во внимание что какой-то мой опыт уже теперь не имеет значения или мой способ прежний может быть какой-то способ действий он тоже уже не проиграется для вас плюс потому что по тройке земли есть еще такой момент работы в команде может быть для кого-то из вас придется не в одиночку какой-то проект осуществлять а с каким-то новым коллективом для кого-то это будет означать смена окружения вашего у кого-то из вас на работе смена руководства и значит по всем этим картам у вас есть возможность с вашим руководителем ну где-то знаете в таких дружеских и рабочих отношениях одновременно находиться потому что по тройке земли в этой карте это прочный фундамент какого-то дела когда вы закладываете и объединение успеха как будто во второй половине сентября будет решаться какой-то важный вопрос по поводу ваших дальнейших честолюбивых планов и чем больше вы внесете в них конкретики тем лучшее качество жизни вот все что мы сказали богатство изобилие процветания вы получите в дальнейшем перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда каких вот все behind все